Росздравнадзор начал проверять аппараты искусственной вентиляции лёгких в Московской и Санкт-Петербургской больницах, где произошли пожары. В результате инцидентов погибли шесть человек, пять из них в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Там трагедия произошла 12 мая. Возгорание началось в отделении реанимации, где к аппаратам ИВЛ были подключены пациенты с коронавирусом. «Пятнадцать человек с этого этажа было вынесено, вывезено в безопасное место. К сожалению, пять человек спасти не удалось. Предварительно сейчас проводится проверка. Есть основания предполагать, что пожар произошёл из-за загорания аппарата ИВЛ». По данным руководства Петербургской больницы, в реанимации использовали аппараты модели АВНТМ. Их выпускает уральский приборостроительный завод. Такой же прибор загорелся в московской больнице. Руководство завода подтвердило, что предприятие поставляло аппараты в больницу Святого Георгия. Однако призывает не спешить с выводами и дождаться результатов проверок. Согласно заявлению завода, приборы прошли все необходимые испытания. Их использовали в российских больницах с 2012 года, и проблем не было. Руководство полагает, что неполадки могли возникнуть из-за состояния электропроводки, несоблюдения правил пожарной безопасности или по другим причинам. В начале апреля Россия отправила аппараты ИВЛ в США, в том числе модель АВНТМ. Приборы пока не использовали, поскольку ситуация с эпидемией стала улучшаться. Американские власти решат, что делать с этими аппаратами, когда в Москве и Петербурге выяснят причину пожаров. Россия вышла на третье место в мире по заболеваемости COVID-19. В стране выявлено более 232 тысяч заражённых. Более двух тысяч человек скончались, выздоровели 43 с половиной тысячи.